готов ли славянск боям и обстрелом бомбоубежище и теробарона города именно с этого важного и самого актуального вопроса начал свою пресс-конференцию 16 февраля руководитель военно-гражданской администрации славянска вадим лях понятно что сегодня интересует и жителей нашего города это первую очередь будут ли активные боевые действия сегодня назначены да уже знаете уже есть и опровержение этому но тем не менее я скажу так что наверное последние 3-4 дня именно эта тема была топовой в обсуждениях как в сетях так и между жителями но еще можно сказать насколько была опасность была ли она действительно такой как ее описывали наверное надо говорить конкретно о нашем регионе по ним мы должны понимать что мы живем в 70 километрах от линии разграничения то есть отведение боевых действий 15-й год показал что такие расстояния не являются проблемой для того чтобы я имею в краматорский случай который произошел то есть бомбовый удар приведших жертвам понятно что последние темы которые еще обсуждаются в ракурсе этого это готовность города к боевым действиям есть такие таковы будут насколько реально угроза и вообще что делать в этом случае наличие бомбоубежищ такой была топовой темой что могу сказать по этому вопросу да опасность конечно же всегда существует мы должны понимать что это опасность не миновала полностью она всегда может возобновиться эта ситуация и привел пример сказал а краматорский это показатель надо что такое расстояние не является препятствием о наличии бомбоубежищ в городе 22 бомбоубежища из них 6 готовы к эксплуатации фактически но мы должны понимать что принципе правила гражданской обороны они как были и 30 40 лет назад они фактически не изменились и сегодня все эти бомбоубежища создавались не для мирного населения а для того чтобы работники предприятий которые в особых условиях будут продолжать свою деятельность то есть возникновение военной ситуации опасности каких-то там бомбежек и так далее могли укрыться а дальше выйти продолжать эту работу поэтому они находятся не в жилых секторах они все находятся на либо на коммунальных предприятиях либо на территории бывших тогда заводов тогда еще существующих вместимость их там от 150 до 1200 человек в зависимости от предприятия на котором они находились но повторюсь что если мы говорим о каких-то ударах там бомбы что это длится несколько минут и понятно что добежать до этого общежития тут даже чемпион мира не сможет соответственно единственным укрытием для мирного света как раньше так и сейчас это являются помещение без ока имеется ввиду если либо там туалет ванная если нет подвала естественно же подвальное помещение это это подвальное помещение принципе именно эвакуация является тем им элементом который отрабатывается постоянно на учениях по г.о. который проводится в городе ежегодно не был исключением и этот год такие учения проводились и если допустим по прошлому году брать вводная которая поступала для города это эвакуация из города населения и отрабатывался конкретный пример пункт сбора школа номер один то есть согласно легенде всего 22 таких пункта эвакуации в городе на одном из них нужно было провести учение по эвакуации и отрабатывалась эвакуация города то есть наличие транспорта водоканал охрана мчс медики слаженная работа в этом направлении в этом году была другая вводная по согласно легенде начались боевые действия линии разновлечения и соответственно эвакуировались жители городов на линии соприкосновения эвакуация проходила в города ближайшие мариуполь краматорск и в том числе и славянск на славянск по легенде была проведена эвакуация людей с инвалидностью лежачих и соответственно им нужно было оказать медицинскую помощь и так далее задачи справились то есть еще раз повторюсь основные отработки которые идут по линии г.о. и соответственно по работе с ним населением это эвакуация поэтому конечно же данном случае первую очередь нужно обращать внимание в такие вот часы на информацию поступающую и средств массовой информации местных источников потому что именно через вас мы будем давать вводные что необходимо делать какому микрайону куда идти где эти пункты где будет забирать людей и как это будет происходить поэтому здесь вот как бы такая ситуация что необходимо понятно что часто сейчас много информации там о тревожных чемоданчиках да что необходимо ну понятно что конечно же необходимо иметь всегда под рукой понимать где находятся документы до какой-то запас там программ то что мы можно было взять с собой это прославлю уже нормы наверное должны быть бы по тем более мы научим 14-м годом у нас есть к сожалению опыт уже определенные но хотя я признаюсь такого чемоданчика не имею потому что понимаю прекрасно что буду оставаться в городе как руководитель штаба гло буду как раз таки это эвакуации и заниматься поэтому вопросы если есть теперь можно вадим михал будет ли город выделять финансирование на территориальную оборону какая сумма и на что именно будет хватать хватает ли городскому бюджету на это денег или будете искать какие-то другие источники значит батальон тиреобороны уже в городе создан он уже существует начинается его дислокация в городе славянске это областной то есть это содержание ляжет на плечи не только города славянска но и всех городов близлежащих то есть северного куста вчера в администрации состоялось совещание на котором присутствовали фактически все мэры руководители там было принято решение выделения финансов то есть принятия программы по поддержке батареоны тиреобороны то есть зависимости понятно от города разные суммы принимать задачи сейчас на ближайших сессиях соответственно у нас по лишению обороны и соответственно выделить финансирование от 100 до 500 тысяч зависимости от города как бы выделяется из города из нашего бюджета будет выделено сто на первоначальном этапе есть понадобится выделиться еще но повторюсь финансирование будет на плечах у всей области но деньги выделяются не на оплату там заработной платы речь идет о приведении в соответствие нового помещения в котором они будут размещаться то есть ремонтные работы необходимо провести сейчас подготовиться к приему скажем так состава подписывайтесь на наш канал ставьте лайки оставляйте комментарии впереди много интересного